Господа, но вначале хотел порекомендовать вам отличнейшего и нужного человека. Его зовут Андрей Кондрашов и он является руководителем лаборатории авторской защиты от угона. Более трех с половиной тысяч защищенных автомобилей, 57 попыток угонов и ни одного угона. Единственная компания, которая гарантирует максимальную финансовую ответственность при угоне защищенного автомобиля. Самое интересное, Андрей ведет свой видеоблог, где делится с вами полезной информацией. Например, как угоняют автомобили Land Cruiser за 10 секунд, Range Rover за минуту и даже как угнать Теслу. Как правильно защитить свой автомобиль от угона, полезные советы, как не купить криминальную машину, тесты различного противоугонного оборудования. Подписывайтесь на канал эксперта по защите от угонов Андрея Кондрашова, все ссылочки на него я оставлю в описании. А мы погнали в видос. Господа, как вы знаете, я человек простой. Мне многого не надо. Все, что я хочу, это застроить где-нибудь здесь в центре огромный элитный жилой квартал и вечерами приезжать сюда с губной гармошкой, играть на ней, вдыхать этот воздух и наслаждаться плодами собственного труда. Есть огромная проблема, я никогда не смогу всего этого добиться, ведь я не умею играть на губной гармошке. Как вы понимаете, у людей, которые покупают автомобили, за 14 миллионов рублей тоже существуют огромные проблемы. Сегодня в нашем видео Range Rover SW Autobiography. Субтитры сделал DimaTorzok Чисто технически это всем вам знакомый Range Rover. Но сначала ему сделали длинную базу и он приобрел индекс L. Потом из него сделали шикарную комплектацию, которую назвали автобиографией. А потом эта машина попала в придворное тюнинговое ателье Land Rover, которое называется SWO. И таким образом стоимость этого автомобиля с базы что-то около 6 миллионов, пошла вверх до 12 600 и дальше еще допы. Именно таким образом мы получили практически самую топую комплектацию, которая называется SW Autobiography. Тем не менее в ней даже нет выезжающих порогов, но получается, что сидя в топе, ты все равно не в топе. А потом, в прошлом году, они придумали еще одну комплектацию, которая называется SW Autobiography Dynamics. И таким образом из вышней буквально комплектации машина стала вполне себе таким середнячком за 14. Да, это Land Rover. Здесь можно все. По мотору вы прежде всего можете купить всеми любимый 4.4 дизель, но это не мною любимый будет мотор. Здесь находится V8 с компрессором на 550 лошадиных сил. Я обожаю этот двигатель, он просто шикарен. Все, во что помещается этот двигатель, становится автоматически идеальным. Неважно, будь то F-Type, будь то XF, будь то XJ, будь то Sport, будь то, блин, хреналый. Какая разница, нам просто нужен компрессорный V8. Потрясающий мотор с отдачей просто шикарный. Со всем диапазоне тащит как дьявол просто. Звучит на прямом выхлопе феерически. Здесь он звучит просто как какой-то тираннозавр Rex, которого поместили под капот. И думаешь, сейчас он тебя схавает. И фактически так и происходит. Этот мотор тебя схавает. Смотрите, что происходит за рулем. Когда люди покупают такую тачку, они уже не представляют себе, как они будут ей понтоваться, как они будут подъезжать на ней к клубу, что скажут друзья и так далее. Там уж затея простая. Понимаете, 14 миллионов, это в любом случае настолько за гранью. Это уже просто космос. Такие цифры называть по-хорошему неприлично. Это не повод для понта. Тем более, это не те же 20-25, как скажем, если брать уж совсем космос в виде Роллса. Хотя именно эту машину и называют Роллс-Ройсом среди джипов, среди кроссоверов, если хотите. Люди представляют себе что? Как они с этой тачкой будут жить? У них задача вообще другая. Они думают, вот они и купят, и как с ней вообще будет по жизни? Вот все ли удобно, все ли хорошо, везде ли они смогут? И в этом и раскрывается весь прикол этой тачки. Она на 146% универсальная. В этом Лухури, во всем, в этой белой коже, потрясающей, в кожаном потолке, в деревянном руле, во всех этих проекциях, космос, удлиненный задний ряд, раздельные диваны, два холодильника и все прочее. Можно ехать по полям барагозить. Наша подстава заключается в том, что у нас резина... Я даже не смотрел, какой марки она мне вообще не нравится. Это просто отвратительно. Вы посмотрите. Такое ощущение, что я на Литте. У меня понторезка на Литте себя увереннее ведет. Просто как каток, я не понимаю. Вот я сейчас возьму фронтеру специально и буду кругами вокруг ренджа ездить. Как так? Как так, блядь? Твою мать, вау! Че это такое? Ну как это так, Карл? Как так? Такое кидалово. Вот это рейдер. Дубасилова в отсечку. И фронтера опять сейчас может ездить кругами. Да. Да. На офроуд, на этой машине, во-первых, не стыдно ехать в городской одежде, потому что это явно произошло не по плану. Люди не хотели ехать на машине, на этой машине, на офроуд. Это, во-первых. Во-вторых, это совершенно четко мажоры приехали и обосрались. Но тут вопросов нет. Мажоры приехали, обосрались. Да, просто ситуация классика. Но эта машина может ехать достойно. СВР был когда зимой на офроуде. Он очень хорошо ехал, но там были 21-е тапочки. Они были чуть повыше. И там была другая резина. Короче, мы идем по беспределу. Ставим колеса от понторезки на СВ автобиографию. И потом еще раз будем наказывать через пару дней. Есть опция «Дедушка». Шикарнейшая опция. Просто офигенная. Мне она очень нравится. Смотрите. Багажник открылся. У задней стенки у нас лежит нужный вам предмет. Это пропитание. Без него вы, собственно, ничего сделать не сможете. Открываете полочку. Пропитание все равно там. Как выглядит все это в остальных машинах? Вам в заднюю полку нужно тянуться, вставать рачком. Эта машина не для тех, кто встает рачком. Рачком здесь встают все остальные, кому приехал папа. Соответственно, гиперопция. Просто гиперопция. И берете то, что было у задней стенки багажника. Но это же шедеврально. И так же обратно. Все сложили. Задвинули. И все. И вам больше никогда не нужно тянуться за таким хламом. Багажник огромный. Хлама там до шиша. Значит, смотрите, в чем суть. Вы помните, в BMW у меня были белые коврики. Я боялся их испохабить. Я покупал коврики в трипермаркете и кидал их сверху на белые. Ну, чтобы как-то выжать в этой тачке. Вот это все сделано из дерева, которое в одном экземпляре. Одно дерево такое растет где-то в Африке. И от него ветки отрубают частями. И сюда вот как-то застилают. Очень дорогая полочка. Чтобы она зимой не нафоршмачивалась, тут все уже учтено. У вас есть штатная защита автобиографии. Смотрите, она кидается. И у нее здесь прямо такие магнитики, защелки. Все. Вас больше ничего не парит. Дерево не трескается, не царапается. Прямо экстра профит. Но это идеально универсальное лухари. Понимаете? Если вы купите какой-нибудь престижный седанчик себе, который будет очень комфортно ехать там из немцев, да неважно из кого. На зиму вам придется или купить другую машину, или покупать сопровождение, или о чем-то переживать. Land Rover. Больше ничего не надо. Огромная панорамная сдвижная крыша, круговой обзор камеры, руль, дерево, вентиляция, массажи, задний ряд раскладывается, триллиард опций, еще триллиард опций. При этом их примерно в два раза меньше, чем у конкурентов. Ну, формально их в два раза меньше, чем у конкурентов. У нашей комплектации нет даже выезжающей подножки. Че? Я всю жизнь мечтал о выезжающей подножке. Ну, как и с любой мечтой, оказалось, что и здесь подлюбон. Нету в этой комплектации выезжающей подножки. Ну, ничего, приходится терпеть. Ну, реально, в этой тачке понимаешь, что ты все стерпишь. Она тебя вывозит просто из какого-то... Такое ощущение, что на выходе из этой машины ты должен ставить штамп за гранд-паспортом, что ты попал в Россию обратно. Вот реально есть такое ощущение. Посмотрите, что там за окном. Там дождь плюс 3 градуса, там Россия. Здесь тепло, комфортно, дерево, блютус. Нет, блютуса в России однозначно до этого не было, я помню. 14 миллионов. Вы скажете, что за лажа? Я лезу в конфигуратор, нахожу лонг, который стоит там 7,5, может быть, 8. Это самый простой дизель, но он, тем не менее, будет уже лонг, там все дела. И он будет типа ехать так же. В чем прикол? Зачем платить такие бабки? Рассказываю. СВ автобиографии это продукт не то, что нишевый. Это прям на фанатов марки. Потому что есть просто автобиография, где будет практически все то же самое. Но автобиография будет тянуть на себя шлейф обычного рейндж-ровера. Там все будет обычное, как у рейндж-ровера. И тут вы садитесь в СВ автобиографии. Что у нас другое? Бампера, выхлоп, буковки на капоте другие, понимаете? Буковки на капоте другие. Они с такой вот гранью. У вас брелок другой, накладка на брелок другая. У вас это колечко другое, это колечко другое. Шайба террейн-респонс у вас другая. У вас вот эти крутилки, вот эти крутилки, они другие. Они не как у рейнджей. Здесь реально практически все другое. Диван задний такой в обычной автобиографии не будет. Кожа другая. Куча всяких муличек, кнопочек. Реально все другое. И ты понимаешь, что из просто автобиографии сделать СВ автобиографии, тебе, несмотря ни на все, нужно просто выкинуть половину салона от и так уже дорогой тачки и воткнуть сюда другой салон со всеми вот этими уникальными, твою мать, заглушками. Потому что, смотрите, вот эта срань, вот эта срань, вот эта вот заглушка в прикуриватель, она другая. То есть, ну, блин, это капец. Они заморочились и сделали все-все-все-все-все вот эти миллиард мелочей и другим. То есть, это все-таки на фанатов марки. Обычному человеку, который просто хочет себе рейнджа, он может взять просто автобиографию. Она будет стоить там типа 9 или что-то даже 10 в жире с допами и ездить. Все, он вообще не поймет разницы. Но если вы уже ездили на рейнджах одних, вторых, третьих, десятых, понятное дело, что вы, во-первых, не совсем адекватный. И, во-вторых, вам нужна вся вот эта вот детализация, которая здесь просто тьма. Вот так и получилось 14. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, как вы можете видеть, значит, мажоры готовы обосраться. Где-то 23 миллиона рублей против здравого смысла. Причем у нас Lexus на летней резине, но я зачитерил. Я поставил на рейнджа колеса от Панторески с другой зимней злой шипованной резиной. По ощущениям едет по бездорожью гораздо лучше, по асфальту чуть шумнее. Чуть шумнее. Но тут такая шумка, что не поймешь. Сильно шумнее? Нет? Погнали. 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 Может, мы на Патрудеце покатаемся? Погнали. 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 Вопросы? Вот это прямо красиво было сейчас, а! Времени у папы все выше и выше! За-за-за-за-за ланочки! И еще чуть выше, папа старается, папа красавчик! Да не может быть! Да, уууу! Еееей! Папа рядом! Ну все, впечатляю, папа все доказал! Лексус, прости! Субтитры создавал DimaTorzok И смотрите, главный прикол Лонго, это его задняя дверь Она сама по себе космическая Размер у нее как у двери от автобуса, по моему ощущению Сижу я за собой, ну, естественно Ну, какие могут проблемы? Никаких проблем Самое главное, что здесь передним сидением можно управлять Как и что-то понажимав, как в обычных тачках Так и есть супер кнопка здесь с торца Вот так просто берешь и все Вот сам себе сзади вот его отодвинул Отдельная специальная кнопка здесь с торца Только чтобы все это отодвигать У тебя здесь свои, конечно, все дела И привилегии СВ автобиографии В простой автобиографии вот этого не будет Это есть только в СВ автобиографии Смотри Оп, можно поднять Можно еще даже вперед двинуть Вообще никаких проблем не будет Есть отдельные наушники Смотрите, у нас здесь находится сокровищница В которой у вас располагаются оригинал Range Rover наушники Оригинал, обратите внимание Очень прикольные, с мягкой подушечкой Они тут могут подзаряжаться У них, собственно, есть включение питания Так, вволим Ага, и громкость регулируется вот здесь Вот это регулировка громкости Вот это прикол Погоди Где Лев Трайт? Ага, Лев Трайт Ооо, Дисней Какие у них голоса? Просто супер Мы пойдем и сейчас готовить нашу херню А? Как дети это смотрят? Это просто трэш Ну-ка Благодаря особу умности Умник начал изобретать Когда был совсем малюткой Для начала Но это же просто как бы это трэш, ребята Как можно говорить постоянно Вот таким долбанским голосом? А дети это смотрят 24 часа Поэтому, если ваши дети залипают в этой дороге 24 часа Вы все окончательно ебанитесь Не надо так делать Знаете, в чем косяк? Нету розетки 220 вольт В этой машине два холодильника В машине два холодильника Больше, чем у вас дома Холодильников здесь Обратите внимание А розеток 220 нет ни одной Стоимость обслуживания Самое главное, господа Ведь понимаете Купив такую машину за 14 К ней нужно приложить еще собственные усилия Чтобы как-то все это поддерживать В достойном состоянии У нас случилось ТО При мне машина вышла в пробег Сейчас вам скажу 13 тысяч километров Вот здесь так все и написано И при этом нужно съездить на первое ТО Машина после завода Не проходила даже нулевое Она сразу выехала с конвейера И в пресс-парк Потому что они уже считаются старыми За 20 тысяч в пресс-парке Машина проживает 120 в реальной жизни Она как бы слетает с гарантии Здесь 13 Все целое Все работает Мы прошли первое ТО У нас случилось что? У нас потекла резинка Это уплотнитель задней двери У нас фары светили в землю Потому что не было нулевого ТО Никто их после конвейера не настраивал А если вы когда-нибудь в своей жизни Покупали новую тачку Вы знаете, что с конвейера Фары практически ни у кого Никогда не настроены И я, приезжая к дилеру Честно рассчитывал заплатить полтос Что произошло? Первое ТО в лоб Со всеми там нашими приколами Вышло в 26 тысяч рублей Да, это не дешево Но это не полтос Если сравнивать общую стоимость обслуживания Скажем за 100-120 тысяч Это может выйти реально дорого Потому что, скажем Замена колодок Которые подходят к третьему Или ко второму ТО Сами колодки сами по себе Стоят 60 На эту тачку Потому что здесь стоят топовые тормоза Как у Range Rover Sport SWR Но А Land Rover здесь излюбнулись У них сейчас есть такая акция Когда покупаешь новую тачку Есть сервисный пакет Короче, ты берешь тачку И досылаешь след за этим 130 тысяч, если у тебя простая комплектация И 150, если сложная комплектация И у тебя все ТО на 5 лет вперед На 120 тысяч километров Становится ноль То есть ты реально можешь купить эту тачку И избавиться от расходов вообще вперед Причем этот пакет Он переходит еще и к следующему хозяину И если повезет Ты покупаешь тачку у предыдущего владельца Которая уже с этим сервисным пакетом И тебе на бэушные тачки не нужно платить за ТО Мы получаем, что Range Rover Свой автобиографии реально дешево в обслуживании За 5 лет 140к на такую тачку Это я вам хочу сказать вообще бюджет 30 тысяч на ТО в год При этом в эти ТО там будет даже тормозуху Раз в 2 года менять А на эту тачку, кстати, даже тормозуха Будет меняться чаще, чем на остальные РНЖ Потому что он тяжелее, типа опасно В общем, это забавный прикол И получается, среди конкурентов Это там выгодное предложение Ну, насколько я посчитал Могу, конечно, ошибаться Но мне показалось, что это прямо тема Если я не прав, можете меня поправить Господа, мы долго ездили на этой тачке И думали, чего же все-таки ей еще не хватает Ну, конечно, понятно, что ей не хватает Мультимедиа и того сего Но нету самого главного Того, что вам дает ощущение С собственного рабочего кабинета И вроде есть и столик, и настоящее дерево И монитор, и музыка Шторка, все очень приятно Но в самой максимальной комплектации я посчитал Что нужен все-таки настоящий дедушкин торшер Вы только посмотрите Вот это, это, это Теперь это точно, это не машина Это просто эрмитаж Это настоящий дворец Настоящий ваш собственный кабинет И все это может валить со скоростью 250 км в час по шоссе И тут нужно обязательно пером гусиным, знаете, расставлять Так, кстати, рочерки на очень-очень важных документах Я бы сказал Вот она, где начинается настоящая жизнь Настоящий успех Мне бы еще в халате быть и в тапочках Такой прям, ну, совсем дома Прям сидишь вообще Как все по-другому Просто дайте теплого лампового желтого света С настоящим торшером С этой ножкой С кованой Есть куда стремиться к компании Jaguar Land Rover Есть Однако, этот торшер сюда не поместишь навечно И получается, что если бы он здесь стоял То сюда не сесть левому заднему пассажиру Ну и занимается слишком много места Я, кстати, рекомендую компании Jaguar Land Rover Все-таки вкорячить хотя бы вот сюда и сюда Еще как-нибудь по светильничку И, в принципе, спокойно Чтобы это все наливалось таким, знаете Приятным, уютным домашним светом Потому что все, что ты ощущаешь, когда едешь здесь Это, безусловно, то, что ты дома То, что ты в своем кабинете Здесь первым делом хочется раздеться У нас, смотрите, у нас здесь есть вешалочки Вот такие, которые, опять же, уникальные формы Это признак богатой комплектации СВ-автобиографии Сюда хорошо можно повесить пальтишко Причем, поскольку у нас кроссовер Высоченные потолки Если вы сюда повесите пальтишко Оно не чиркает пол Стекла, естественно, как спереди, так и сзади двойные Это стеклопакет Шум изолируют они просто идеально Есть сзади управление и панорамой И свой подогрев Четырехзонный климат Да, но самое главное, это этот столик, видите В отличие от других машин, от седанов Здесь этот столик реально работает Потому что у вас, посмотрите, какая посадка Вы реально как дома на диване Соответственно, столик Просто вы на него складываете руки Вот так едете И если были машины, в которых тебе хотелось Сразу прыгнуть назад и здесь оставаться То нет, здесь у тебя все нормально Ты спокойно сидишь сзади А потом можешь пересесть вперед В итоге Эта тачка получается идеально универсальная Она не подходит Она для колхозника, который хочет оказаться в Лухури Или для элитного чувачка, но который, между тем, не прочь поураганить Сейчас в Питере был снег Было все очень плохо Мы поехали с парнями ураганить на оффроуде Да, можно купить дорогой седан Он у меня был Но что бы я на нем делал в этих полях? Правильно, ничего Я поехал бы покупать вторую такую машину Потом мне нужно было везти на стройку всяких хлам Я загрузил его в багажник и повез Потом мне нужно было возить друзей Естественно, все они без проблем сюда разместились и поехали Потом мне вдруг приспичило ехать в Москву Эта машина прямо просит Братишка, давай отшпилем пару тысяч километров сегодня просто на легкаче Плюс в ней есть абсолютно маразматичные вещи вроде расходов 35 В общем, она идеальна Она просто идеальна Я даже на ней съездил сервис Ну все, моя жизнь просто наполнилась всеми возможными красками Субтитры делал DimaTorzok Ввиду этого, что я хочу сказать Эта машина для тех, кто живет ну прямо очень полной жизнью Кто не привык сдавать назад, если вдруг про ездит две машины встретились лбами Ведь можно поднять пневму и объехать его вокруг через там, ну типа газон Но это все запрещено Но тем не менее, вы это можете, понимаете? На этой тачке вы можете практически все Если поставите нормальную резину Land Rover SV Autobiography Я люблю тебя, мать твою, я обещал, что признаюсь этой машине в любви на Дворцовой площади Я это сделаю Я люблю эту тачку Она офигенна Она стоит 14 миллионов рублей Эх, как все-таки мало я зарабатываю Это главная мысль всех моих последних двух недель Вам я пожелаю зарабатывать столько, чтобы хватало именно на эту тачку После купленного загородного дома Огромной вам всем удачи И пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И 11 минут Проходите по ссылочкам в описании Или тыкайте на экран прямо сейчас И погружайтесь в атмосферу Land Rover Спасибо